Здравствуйте! Это недельный расклад на тару для разных знаков зодиака. Неделя с 6 до 12 апреля. Это у нас расклад для знака зодиака рыбы. Сегодня я делаю расклады на тару языческих кошек и использую одну карту из оракула Архангела в Доринверче. К ним я вернусь чуть позже. Значит, рыбки, творческие вы наши, эмоциональные вы наши, такое прям характерное для вас. Боже мой! Тема недели. Семерка кубков. Это опять-таки, что у нас может быть. Парим в фантазиях, мечтаю. Может быть, кстати, это может означать, что вы много спите на этой неделе. Может быть, такое. Если у кого-то каникулы, отпуск и так далее. Много разных возможностей, с которых вам трудно выбрать, потому что полет вашей фантазии, боже мой, никому за ним не угнаться, за таким-то полетом фантазии. Теперь попробуем попозиционно разобрать расклад. Дом-семья. Паш-мечей. Что у нас здесь? Либо вас кто-то критикует, причем вы натурочувствительные, да, вас эта критика больно вас ранит. Либо это какой-то бедный мальчик, парень, не знаю. Ну, понятно, что это не папа. Едва ли папа в такой интерпретации видит. Это либо брат, либо, не знаю даже, кто это может быть. Ну, как будто кто-то из домочадцев. И вот такая вот... А может, кстати, кто-то из родителей, если это так родители представили, то, конечно, это странно немножечко. Потому что какие-то вот такие вот обвинения колкости какие-то обидные. Потому что вот он противный все-таки, Паш-мечей. Он может быть неконструктивный, он так вот гадостно что-то сказать и преподнести. Как-то вот обидно становится от его слов. Любовь, дружба, отношения. Карта такой потери, печали, разочарования. Если это их совместить, да, может быть, вам сказали что-то очень обидное, дома вас больно ранили, и вы так расстроились, вы думаете, боже мой, вообще, за что это, если это в браке, типа, может, я вообще зря с этим человеком, или это в отношениях, если вот такое происходит. Но не печальтесь, почему? Вот как раз мы сейчас возьмем эту карту Архангела. Я поднесу поближе к камере, чтобы вы видели. Видите, как называется карта? Все хорошо. Хорошо. Архангел Иеремил. И-и-е-ре-ми-ил. Так, правильно. Вам свыше, поддерживает вас и говорит, все происходит так, как было назначено, со скрытой благодатью. Скоро вы это поймете. То есть, если у вас, для рыбок, у которых, например, не сложилось что-то в отношениях, да, вас кто-то обидел, и вы себя чувствуете, ну, скажем так, горе утраты у вас есть, не надо расстраиваться. Я так думаю, что пока что на это не идите. Вы просто не видите, для чего это было. А это имеет какой-то скрытый смысл. Вы о чем-то просили, и высшие силы вам реально вот хотят помочь. Ну, возможно, помощь это как раз, чтобы в том, чтобы сказать до свидания вот этому, который вас так обижал, для того, чтобы сказать здравствуй чему-то другому, тому, кто вас не обижает. Дальше работа, учеба. Так, значит, работа, давайте сначала работа. Что здесь может быть? Луна. Да, конечно, это неясность. Конечно, это какие-то возможно, например, знаете, как бывает, перетрубация, начальство сменилось, новый там начальник отдела поставили, новый сотрудник пришел, какие-то изменились условия в фирме. И у вас такое чувство неуверенности, что же это принесет. Потому что, не забывая, лунный свет, не как при дневном свете. При лунном свете по такой степени не ясно. А потом мне очень нравится немножечко. Сейчас я попробую поднести. Да, если вы увидите изображение на этой карте. Посмотрите, собака водит на Луну. Ну, а кошечка такая умная, лапку вверх подняла, типа, видишь, Луна, типа, ты вой-вой, ага, а другой лапкой рака так раз, тихонечко за клешню. То есть, конечно, это может быть карта обмана. Да, причем такого, когда сразу не поймешь. Но вы, рыбы, ой, кстати, я думаю, нет, но рыбы настолько тонко чувствующие натуры, что, скорее всего, поймут, что что-то где-то вот не то. Но, что я хотела сказать, покуда среди рыб действительно очень много творческих личностей, ну, на самом деле, музыкантов, художников, прям творческих личностей, Луна для работы, если вы в творческой сфере, ну, это просто, ну, самая шикарная карта. Это такое творческое вдохновение, озарение. Вы просто прям вот погружены. У вас, что касается творчества и вашей творческой работы, интуиция, прям вот она аж через край. Настолько глубоко вы видитесь, слышите и чувствуете тему того, чем занимаетесь. Я только про людей творческих. Если мы работаем партних, и к нам это едва ли относится. Понимаете, о чем я говорю? То есть я не говорю о технических работах, я о творческих специальностях. Деньги. Ну, по крайней мере, в деньгах никто, вы не будете ни нуждаться, ни расстраиваться. Дом полная чаша. Даже если это не ваш заработок, значит, у вас супруг хорошо зарабатывает. Или вообще в семье хороший доход. То есть здесь, рыбки, на этой неделе вы будете вполне счастливы в плане денег. Только вот здесь вас немного опечалит. Карта испытаний. Здесь, понимаете, такая ситуация. Как я это вижу? Тема недели. Вот это, понимаете, вот так всего много, вот какие-то вот иллюзии, столько, такая многовариантность, что реально вот сложно выбрать. Может быть, на этой неделе вам не стоит тогда кидаться, делать выбор. Отсидитесь спокойно. Вы можете подумать над этими вариантами. Естественно, даже я думаю, что надо подумать над этими вариантами, которые вам предоставляются. Я не знаю, чего они будут касаться. Но бросаться и делать что-то я бы по этой карте не стала бы. То есть просто спокойно обдумать, без терзаний, без метаний. Вот пока вот так, я бы сказала, нашим рыбкам. Творческим и прекрасным. И еще я вам хотела сказать, что Архангел Иеремиил, если вы, например, не видите, что же там прекрасного, что же в этом кошмарике, как вам покажется, хорошего может быть для вас. Ну вот камень, вот у меня здесь стоит кристалл аметиста, да? Но если у вас есть колечки или кулончики или сережки с аметистом, то вы можете одеть это украшение с аметистом, обратиться к Архангелу Иеремилу и попросить поддержки, подсказки, помощи. То есть как бы просто поддержки и совета. Опять не забываем, это всего лишь расклад на неделю. Неделя это всего лишь семь дней. И пролетело. Я желаю всем, знаком зодиака и рыбкам в том числе, удачи на неделе с 6 по 12 апреля. Я поздравляю всех с наступающей Пасхой, для тех, для кого этот праздник важен. Желаю вам удачи, успехов, любви, исполнения всех желаний. Всего доброго. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова